Всем приветики! Вы на канале у красивой девочки Гали. Ну, естественно, что красивая девочка Гали это я. Пенсионерка, причем самая позитивная пенсионерка интернета. Так, я никогда не представлялась. Живу в Сибири, в маленьком райцентре, в городке. В Сибири, если вам будет известно, райцентр может быть не только город маленький, но и село большое. Короче, я готовлю ужин. Там у меня варятся макароны, вот здесь вот. Они уже почти сготовились. Ну, не совсем, но... Аль денте, причем сильно аль денте. Так. Мы сегодня со своим гуляли немножко. Купили колбаски вот такие вот. Так, как хорошо. Как хорошо пахнет. Это печеночная колбаса. Мы не удержались. Окусили по кусочку. Ну, такая вкусная. Я, так сказать, буду готовить. Ну, типа макароны по-флотски. Вообще, ее хорошо бы это... Пирожки. Такие пирожки. У нас собака дорогая. Ну, как дорогая. Ну, ни тысячу, ни две. Килограмм. Что-то около 400 рублей, короче. Так. Ее в стороночку. Эту... Как ее звать? Досточку. Лучок. Пока... Так. Прикрыть. Прикрыть. Пусть... 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 Пусть макароны набухаются. Вот. Ну, а я сейчас поболтаю с вами. Поболтаю с вами. Вот. Вот. Вот такая. Небольшую елковочку. Чисто для вкуса. Вот. Думаю, морковку мне надо или нет? М? Как вы думаете? Морковочку, морковочку. Видно вам? Почти что видно. Морковочку, морковочку. Вообще, я не хотела. Ну, в принципе, можно. В принципе, можно. У меня есть уже и в морозилке готовая, порезанная. А есть это. Ну, такая, потереть которую надо. Я люблю готовить быстро. Хотя, в принципе, можно было бы макароны закинуть в это. Но я немножко хочу не такие сделать макароны. Мусорку. Ой. Мусорку. Не держала ручки. Так. Это у меня пойдет это. А это у меня пойдет колбаска. Колбаска. Ну, так. Не главное, чтобы не снести ничего здесь. Так. Я ставлю немножечко на утро. Вот этот кусочек. А этот у меня пойдет это. По стоку, по скольку. Сейчас эту кишку. Натуральная оболочка. Оболочка натуральная. Это я, знаете, покупала в магазине домашний, что ли он называется. Это я, конечно, обыкину вот эту. Вот. Ну, а это я не знаю, что ее резать-то. Ну, могу порезать. Она, видите, такая вот вся. Такая вот вся. А это я беру на утро. Чайку попить. Девчата, меня кто-то там спрашивал. Интересно, вот вы какая были учительница. Я уже отвечала на этот вопрос. Для разных учеников я была разная. Кому-то я нравилась, кому-то не нравилась. Кто-то любил, кто-то меня ненавидел. Все индивидуально. Чисто индивидуально. Так же, как и в жизни. Все люди разные. И восприятие людей у нас точно так же разное. Интересные моменты. Ну, я не знаю, будет корректно это или нет. Рассказывать о каких-то интересных моментах. Вот я могу свой рассказать момент интересный. В школе, в девятом классе мы учились. Подружка говорит. А давай мы завтра в школу не пойдем. А пойдем мы на поезд. И поедем в Ковров. А это примерно от нас 20 минут езды на электричке. Ковров. Это закрытый город Владимирской области. Был раньше. Не знаю, сейчас тоже, наверное, скорее всего, что-то там перевели на военные рельсы. Вот. Потому что такой город, он закрытый был. И очень многие люди работали у нас в Коврове. Ездили. Ну, и в Ковров, и в этот... Во Владимир ездили тоже. Но у нас же была, это... В городе Ткацкая фабрика. Прядельно-Ткацкая фабрика. И в основном на ней работали, ну, люди... Ну, женщины работали. А мужчины, ну, мало, но работали. А в основном ездили вот в Ковров. Там очень много заводов вот этих вот всяких. Вот. Так вот, она мне говорит, поедем в Ковров. К сестре. Ну, короче, собрались на электричку. Вместо того, чтобы идти в школу, мы пошли на электричку. Купили билеты и поехали в Ковров. Владимир хотел сказать, в Ковров. Поехали. А раньше не было ни мобильных, ничего. Короче, я уже не помню, как ее сестра была в школе. Короче, мы поперлись в школу, где она училась. То есть тогда свободно можно было зайти и выйти. Это сейчас в школу не больно, тогда попадешь. А раньше... Я чайку попиваю немножко. А раньше свободно можно было зайти и выйти посторонним. Вот. Короче, пришли мы туда. И встретили ее перемены, встретили ее это. Ах, подождите, у меня там еще... Короче, вместо того, чтобы у себя сидеть на уроках, мы поперлись в какой-то ковров, в какую-то школу. И в коридоре там торчали, ждали эту сестру. Потом от сестра освободилась. Тоже там с последних уроков, по-моему, сбежала. Вот. Ну, мы пошли. Я не помню, куда мы пошли. То ли в кафешку мы заходили. Какие-то пироженки, может быть, поели. Я уж... Я сейчас плохо помню. Я знаю, что хорошо. К ней пошли, там посидели у нее. Вот. Ну и что? Все. Время. Надо быстрее домой. Как будто мы со школы пришли. Вернуться надо к этому времени, что мы это... Ну, в школе занятия закончились, и мы вот типа приехали. Ой, пришли со школы. Ну и что? Так мы и сделали. Ой, на электричку бегом бежали. Ну, успели. Успели. Запрыгнули. В общем, как говорится, знаете, не стоило овчинка выделки. Что мы это самое... Прогуляли школу. Вот единственное, что мы школу прогуляли. А так никакого развлечения мы не получили. Мы просидели... Проторчали в чужой школе, как так говорится. Ну и сходили так подружки. Я не знаю, может, супа похлебали. Я уже сейчас даже не помню, ели мы что или не ели. Или мы в этой кафешке пироженки поели. Ну, в общем, короче, бестолковый день был. А вы знаете, сколько трясучки было, когда я домой пришла? Вы знаете, я тряслась. Вот. А вы что в родителе не узнали? А вдруг учительница позвонит, скажет, а почему вот вашей дочки там не было? Позвонит. Куда позвонит? У меня не было. Телефона у нас не было. У нас дома не было телефона. Стационарную. Сейчас гляну, подождите. О, по-моему, макарошки уже готовые. Ой, мой. Ну-ка сейчас попробую. Немножко, еще чуть-чуть, и я дорасскажу. И вы знаете, а ведь они так до сих пор, царствием небесным, моим родителям, они не узнали о том, что я прогуляла в школу. Учительница не испахала, но один день меня не было. Ну и не было, и не было. Девятый класс, все-таки взросленький уже. Или это восьмой был? Нет, это был восьмой класс. Это как сейчас девятый. А тогда был восьмой, мы десять классов учились же. Восьмой класс это был. Вот. И все. Но зато, вы знаете, сколько страха было? Вот было столько страха, пока я школу эту не закончила. Не школу, а вот восемь классов пока я не закончила, пока не перешла в десятый класс. И это самое. Вот я тряслась. Я тряслась в собрании родительское. Я боялась, что родители пойдут, скажут, вот не было, и все такое это. Пятое, десятое. Вы знаете, вот больше страха было. И для чего это было, я вообще не поняла. Вот я сейчас думаю, бессмысленная. Только что на реклечке мы покатались, сходили в какую-то школу непонятную. Тем более она мне вообще не понравилась, эта ковровская школа. Какие-то коридоры какие-то узенькие. То ли у нас была школа, о, коридоры большие, старые постройки. Сейчас ее уже там нету, этой школы, где я училась. Ее уже нету. Ее уже снесли давно, и там, я не знаю, там ничего уже нет. Вот. Школа, вот наша была хорошая школа, коридоры большие. Это, ну, может, просто знакомая. У нас было сколько, два этажа. И третий, как типа подвал, подвальное помещение. Там у нас типа кочегарки было, спортзал был. И была какая-то, знаете, комната такая. Там вода горячая была. То есть вот когда мы мыли полы, то там была вот горячая вода. Мы ходили, брали там горячую воду, чтобы убираться, ну, дежурить. Раньше все дежурят. Сейчас дети не дежурят. Их нельзя аж трогать. Перетрудятся же. Пол помоют, перетрудятся. Вот. Нельзя. Вот. А раньше было можно. Поэтому готов, как говорится, к труду и обороне. Так, ладно. Это у меня готовое. Я ставлю. Налила уже сюда. Это самое. Так, короче, сюда я ставлю сковородку. Это я сейчас сполосну. Ставлю на девяточку. Наливаю. Если вам видно. Я думаю, что вам должно быть видно. Масло. Наливаю масло. Лучок. Без лука ничего не едим. Котик красивенький. Знаете? Котик красивенький. Как будто мой Барсюня сидит. Но тогда, когда я ее делала, еще Барсика не было у нас. Барсика не было. Так, короче. А вот эту штуку, мне ж неудобно будет ее потом. Я все-таки ее как-нибудь вот так вот на керемесью разрежу. Боченьки, ну вот реально вот такая вкусная. Не то, что вот, как вам сказать, фигню ливерную продают. Вот прям вот печеночная такая вот, знаете, на пирожки даже. Ммм, вкуснятина. Вот такой случай из моей жизни был. Ну а по своей детей как-то мне не очень хочется рассказать. Вдруг кто-нибудь себя узнает. Поэтому, поэтому не хочу. Может, потом, в дальнейшем когда-нибудь. Чем еще я в школе занималась? Я занималась спортом. Я ходила на баскетбол. Занималась баскетболом. Ну, знаете, при своем росте метр пятьдесят восемь. Это было, конечно, ни о чем. Кандидаты в мастера спорта я не метила. Да и я просто ходила, просто мне нравилось. Вот. Баскетбол играть. Ну и в принципе-то, я думаю, что неплохо я играла. Вот на лыжах любила это самое, кататься. И бегать, и бегать, скажем так. Нет, бегать я не очень люблю. Ну и так. Вот поэтому. Так, лучок. Ой, вот лук сейчас дает, знаете, такое-то самое. Так, а что у меня тут стены грязные? О, пошло-поехало. Опять напишут. Ой, ну надо же, как учителя-то живут. Бедненько, бедненько. Как живем, так и живем. Мы же не учителя. Мы же не учителя. Когда были учителями, да, мы себе лишнего не позволяли. И покривляться себе не позволяли. Поэтому, поэтому как-то так. Горячий водой. Горячий водой. Вода у меня из бойлера. Поэтому, знаете. Не кипяток, конечно. Мы очень горячие. Почти кипяток. Так, а что у меня? А, этот как летел. Витик. Я не шоком покрылся. А, у меня Витик как летел. Так. Так, так, так. Держу. Ой, держу, 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 держу. Подгорать начинает у меня лучок-то. Лучок-то начинает подгорать. Так, давай, 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 водичка. Давай, моя хорошая, выплескивайся вся. Чтоб тебя там не было, не было, не было. Вот, все, 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 видите. Поджарился немножко, видите. Ну, это хорошо. Так, теперь сюда колбаску. Для самой нас паска. Все. Сейчас она разойдется. Это колбаска. Она как подкопчененькая, слегка, что ли. Ну, вкусненькая. Очень вкусная. Вот. Да я зашла, это, говорю, со своим, ходили, говорю, пойдем глянем это. Эх, клобаску в этом магазине колбаски. Ну, пошли, смотрю, вот это вот, я же говорю, это у вас какая, реверная она, печеночная. Ну, давайте. Ну, взяла поменьше, говорю, давайте поменьше колясик. Чтоб не сильно большой был, а то вдруг невкусная я ее куплю. Ну, взяла, это вкусненькое буду это. Здесь у меня, знаете, что, прям семян совсем чуть-чуть в этого, с помидорой, еще одну помидорину, эту, под окном, которая у меня росла, они вкусные такие вообще, ну, они как оранжевые с пимпочкой. Не знаю, какой сорт. Не знаю, какой сорт. Вот, сегодня еще мне надо, вот это вот, у меня стоит, как сказать, контейнер, или как его назвать-то, под, у меня цветы росли, анютины глазки на окне, и в таких же у меня пеларгония на окне росла. Пеларгония так и растет, я буду обдирать и рассаживать эти, как сказать, ну, черенковать, короче. А это у меня анютины глазки, естественно, что я их не, это, сейчас их одни ободрала, там, в ту же землю посадила лук, ей не надо питать, луку не надо, мне кажется, питательное ничего, вот, на зелень тем более. А это сейчас я, это, ездили, съездили на дачку, там немножко быстренько забежала, взяла суперфосфату и взяла вот этот конский этот. А давайте учи, кстати. Вот, сейчас я перемешаю с этой землячкой, и это, как только придут семена, семена еще не пришли. Представляете, у меня семена с этого, с новосибирском, я выписала там, знаете, какой-то штамповый, этот, томаты на штампе, низкорослые, крупноплодные. Вот, поэтому это, они у меня из Новосибирска, вот только пришли, шли неделю, наверное. Вот, видите, она вся распал глаз у меня, это самое, типа, как печеночный фарш. И сейчас я сюда, ну, хорошенько, тут еще остались, сейчас я, ну, вот, еще, ну, ой, остались-то, наутро. Наутро сядься они здесь, не посмотрю, смажу, что-то они мне не послипают. Ну, и что же ты промывала, промывать, промывала, они все равно могут слипнуться, поэтому чуть-чуть масочком сейчас смажу, все, остается наутро. А это, я смажу. Ах, вкусняшечка-то, ох, вкусняшечка-то. Ах, вкусняшка. Чуть ли не макароны по-флотски. Смотрите, какая часа-то. Ой, ой, вот это. Сейчас попробую. Вкуснятина. Все. Ужин готов. Ну, ужинать. Ну, а вам всего самого доброго. Я знаю, что вы не любите, когда я на камеру ем. Ну, ладно. Я не буду сегодня есть на камеру. Я просто с вами поболтала и встретилась за приготовлением ужина. Про это говорила, не помню. Сейчас туда... А, ну и придут, когда эти... Все, я все сказала же. Когда придут семена, посею. Посею два зернышка. Там пять зернышек. Шопа. Два зернышка посею. Девчата, вы знаете, я когда выписывала, они были дешевле. А сейчас там такой ценник. За пять зернышек, что-то там, 270 рублей, что ли. Ах, ах. Материться не буду. Скажут, что человек матерится. Да, матерюсь. Вы думаете, они матерятся, что ли? И матерятся, и пьют. Еще, знаете, бывает, что и по морде получают от своих мужей. Учителя, женщины. А еще, знаете, что бывает, что у них еще и мужья пьющие. Тоже получают порылую. И бывает, что, знаете, жизнь не мед. Поэтому, знаете, что? Закройте свои рты. Во, что я скажу. Поэтому я считаю, что у меня еще нормальная жизнь. У меня отличный муж. То, что я мала, я уже отработала. И держала себя в рамках. Не позволяла себе. А сейчас я на пенсии, что хочу, то и вытворяю. Все, девчули. Сейчас я вам поклиже скажу, как это выглядит. Смотрите. Смотрите. Это просто прелесть. Прямо, знаете, на макароны по-флотски похоже. Такая вкуснятина. Прямо, смотрите. Смотрите. Вообще, просто-напросто. Прямо прелесть офигительная. Теперь знаю, куда ходить за колбаской. Вот для такой вот мяшки. Все. Всем пока. Всех люблю. А мы ужинать. Все. Продолжение следует...